Всех приветствую! Итак, дальше у нас снова второстепенные квесты. На этот раз... Что же мы возьмем? А у нас, по-моему, один и остался. Да, других я не вижу. Итого будет восемь, получается. Два, видимо, появятся, когда мы завершим всю ветку квестов. Так, 350 метров. Может, туда можно телепортнуться? Можно, но сильно разница нам это вообще никак не сыграет. Быстрее дойдем. Глядишь, по пути еще что-нибудь интересное увидим. Так, а тут куда вы мне предлагаете запрыгнуть? Ну, наверное, видимо, это имело в виду. Уже в этот раз лазим здесь. Ты на голову, больной? Ты отсюда? А откуда еще? С рождения тут живу! 200 метров. Ви, в пике Луксора, находится, скажем так, спортивная школа, куда гости со всего света приходят в поисках юных талантов. Они подписывают контракты, но не платят налоги. Мне позвонил человек, которого такое положение дел не устраивает. Мой нетранер поможет тебе проникнуть в эту школу, а ты добудешь интересующие нас данные. Удачи! Залезай, значит, опять куда-то нужно. Заказ кража. Окей, принято, понятно. Ага, сейчас туда залезем. Ясно. Дела, дела у вас тут. Не зря спустился. Какое-то интересное место попали. Камера тут еще. Ты от Хэнса? Знаешь, что тебе надо делать? Не то что бы. Хэнс сказал что-то про спортшколу и уклонение от налогов. Объясняю. В этой школе тренируют молодых спортсменов. Агенты из разных стран приезжают на них смотреть и заключать контракты. Запоминай. Ты агент команды Сан-Диего Шреддерс Виктор Уилсон, тебе 28, и ты ищешь в команду принимающего. Я как раз ввожу данные в их систему. Успеваешь? Сан-Диего Шреддерс Виктор Уилсон, 28 лет. Ищу принимающего. Молодец. Главное, не трепись особо, иначе тебя сразу спалят. Заходишь, ищешь кабинет директрисы, Фионы Варгас, и скачиваешь все данные агентов и все подписанные контракты. Вопросы есть? Вопросов, как видно, куча. Откуда в Доктауне спортшкола? Вообще их везде полно. Надо же где-то тренировать спортсменов. А значит, лучше ставить спортивные планы, тем не достигшим лучшего возраста. Там, где всем на это насрать. То есть в Доктауне. Здесь, как Хансен скажет, так и будет. Никто даже не попытается возразить. Легенда не очень продуманная. Мне нужно знать, что говорить. Не нужно. Это просто данные для системы. Не болтай ни с кем, и проблем не будет. Найди комп, скачай данные и вали оттуда. Ханс теперь собирает налоги? Что-то не верится. А в то, что он собирает с клиентов кучу бабла, тебе верится? Ему платят, он делает. Круто, что у тебя аросаковские демоны. Откуда ты знаешь, что они аросаковские? Бывшая контрразведка. Третий департамент. Бывшая кибербезопасность. Первый. Выходит, мы оба где-то не туда свернули. Извини, я Берт. Вы. Окей. Быстрое сканирование. Все. Готово. Система тебя распознает. Проблем быть не должно. Удачи. Ага, дела-дела. Еще и коллегу по цеху встретили. Ну? Ну? Вопросов больше нету. Благодарю. Так. Луководство пользователя вербального моторного интерактивного интерфейса. Удаленное подключение к системе управления платформой. Учетные данные отправляются каждому пользователю. Происходит практически мгновенно. Задержка сигнала зависит от качества соединения и расстояния до платформы. Межконтинентальная связь имеет более долгую задержку, чем связь на расстоянии в несколько сотен километров. Чем дольше задержка, тем выше вероятность морской болезни. При отключении от платформы пользователи могут испытывать кратковременные побочные эффекты. Рассинхронизация ощущений, головные боли, светочувствительность, тахикардия. Ага. Так, ясно. Что-то на брейн-дансном. Пожалуйста, пожаловать, мистер Уилсон. Подойдите ко мне, пожалуйста. Ладно, я подошел. В чем дело? Все, что вы увидите, защищено соглашением о неразглашении. Если информация о наших спортсменах появится в открытом доступе, мы немедленно разорвем контракт с Сан-Диего Шреддерс. Приглашаю вас... Ох, звучит сурово. Советую начать осмотр с нашего бара. Самые лучшие коктейли за наш счет. Ну что, Ви, вот тебе мое первое боевое задание. Обезвредить три рюмки текилы? Я хочу поговорить с доктором Фионой Варгас наедине. Хм, боюсь, это невозможно. Вы не назначили встречу. Кто пользуется этими роботами? К нашим вербально-двигательным платформам подключаются агенты из Азии, Европы и Африки. Мы предоставляем их тем, у кого нет желания или возможности посетить доктаун лично. Понятно. Видимо, вот так они подключаются и ходят. Что-то еще есть. Только для персонала. Ну, я пока не буду тогда лезть на рожон. Я так по-прожу еще, поисследую. Ви, у этих спортсменов еще молоко на губах не обсохло. Им по возрасту нельзя ставить такой хром. Я вижу, Джонни. Дамы и господа, позвольте представить следующую юниорку сезона. Кэти Маккеннон. Дела-дела. И модернизируют. Кэти молодая, но очень талантливая футболистка. Лучше всего выступает как центральная нападающая. Присаживайтесь. С той стороны как раз есть и свободное место. Прошу ознакомиться с нашим предложением и ее личной статистикой. Так, центр нейромоторного развития. Угу, понятно. Я думаю, мне тут на низе. Давайте присядем, посмотрим, что у нас происходит здесь за баром. Я сейчас к вам подойду. Девочку убрали. Следующий спортсмен, которого мы хотим вам представить, Келвин и Голден Стрикланд. Часто у вас проходят такие смотры. Когда доктор Варгас решает, что у нас есть кем похвалиться. То есть довольно часто. Доктор Варгас появляется на таких смотрах. Нет, она не любит светские беседы. Ей комфортнее у себя в кабинете этажом ниже. Можно мне двойную текилу Синсон? Пожалуйста. Вы у нас впервые. Какой клуб представляете? Сан-Диего Шреддерс. Сейчас пытаюсь найти принимающего. Надо же, как тесен мир. Я Кейден работал с Томасом два сезона назад. Виктор Уилсон. Погоди. А зачем вам еще один принимающий, если вы только что переподписали лучшего? Как там его звали? Опаньки. И еще одно. Имена хороших игроков обычно помнят. Это правда. Ну, а если серьезно, как его звали? Не поверишь, но у меня тоже из головы вылетело. Надо же, как совпало. И еще одно. Ладно, но фамилию Томаса ты же помнишь? Я вроде сюда не на допрос пришел. Ну да. Эй, Билл. И еще одно. Сейчас. Майк, пойди-ка сюда на минуту. Нужна повторная верификация. Пройдите за мной, пожалуйста. А если я не пойду? Это не обсуждается. Опа. Вот это прям интересно. Ну-ка, где у меня последнее сохранение тут? На входе как раз. Ну, супер, можно повыделываться. Заебали. Тут посторонний. Ага, ну то есть может быть. Здаресный чай. Ладно. Ну, неплохо, неплохо. Ну, я отыграю по стелсу. Ну, во-первых, да, я схожу на досмотр. Посмотрим, что мне там скажут. Прям интересно даже. Наверное, произойдет что-то типа, что мы туда зайдем, там что-нибудь нас поспрашивают. Мы устраним охранника, но сейчас я тогда за кадром добегу. Вообще, я обнаружил тут один интересный момент. Хочу вам показать его. Чисто для эксперимента выбрал другой вариант диалога. Говорим, я тебя не знаю. Слушай, Кейден, может ты и работал с Томасом, но я тебя не помню. Что там делает мой клуб, тебя не касается. Билл, налей-ка ему чего-нибудь покрепче, чтобы расслабиться. Ты лучше о себе беспокойся. Ну и пошел ты. О, господи! Это же закаленное стекло. Как Фиона от них такого добивается? Вот она, это самая сила удара, о которой я говорил. Простите, придется ненадолго закрыть бар. Прошу прощения, дамы и господа. Мы прерываем смотр спортсменов по причине поломки оборудования. Теперь можно пробраться за кулисы этого блядского цирка. Вот такая фигня. Джонни Сильверхенд просит меня отойти от бара. Это что-то новенькое. Так, ну и, конечно, да, можно попробовать попасть на повторную верификацию. Тогда поговорю с Фионом. Давай. Что-то уже названивает куда-то. Что, прямо так могу туда зайти? Так, ясно. Ой, а что все, ты не психторализовала? Ясно. Весело, конечно. Давай еще разик. Нужна повторная верификация. Пройдите за мной, пожалуйста. Пойдем. Посмотрим, что получится. А если... Еще одно. Меня уже проверяли на входе. Я работаю на Сан-Диего Шреддерс. Придется проверить еще раз. У нас такие правила. Еще одно. Что-то тут столько проблем с озвучкой уже вылазит за эти буквально 15 минут. Посмотрим, куда нас приведут или для чего. Ну, а то, что нас ведут за кулисы, уже хорошо. Умеешь ли ты располагать в себе людей? Что-то я не слышал твоих искрометных комментариев, когда меня допрашивали. Это было бы невежливо. Я дал тебе возможность поимпровизировать. Будет лучше, если вы пройдете со мной. Приложите сюда руку. Я сделаю запрос, чтобы нитранеры проверили, все ли в порядке. Интересно. Вот она, та самая сила удара, о которой я говорил. Что-то не клеится. Прошу прощения, дамы и господа. Он меня сейчас убьет! Весело. Ну, в общем, опять начинается перестрелка. Ладно. Что-то понятно. Вариант, но я бы сделал иначе. Не знаю, о чем он тут как-то... Что-то не в попад какие-то фразы выдает, но вот этого чела мы сейчас просто устраним. Вот и все. Делов. Отлично. Что у нас тут? Ага. Камеры вырубаем. Что в сообщениях? Мед до... Медотделения, да. Уважаемые сотрудники, напоминаю о том, что доступ в медотделение, этаж минус 2, осуществляется только по особому разрешению. Это в первую очередь касается сотрудника службы безопасности. Вид вооруженных людей вызывает стресс у наших юных подопечных. Повышенный уровень кортизола негативно влияет на спортивные показатели. А мне очень не нравится, когда что-то... Когда по незнанию... Когда что-то по незнанию портит результаты моей кропотливой работы. Супер. И что, нам вон все туда пройти. Фигня девов. Ну, может тут чуть-чуть поисследовать. О. А как мне увидели? Блин, это пожар. Опять, опять, опять. Не дают поисследовать. Так. Да в смысле? Ты же только что отключена была. Алло. Да эти бесконечные загрузки, перезагрузки. Да сколько можно? Короче, происходит какая-то странная фигня. Эта камера мне вообще прям сразу за секунду палит. То есть, вот я вот подхожу, и вот сразу же она меня спаливает. То есть, я не могу, типа, по-тихому сюда зайти почему-то. Ну, я сейчас за кадром, конечно, попытаюсь что-нибудь сделать, но это какая-то жесть вообще, если честно. То есть, у меня сначала душеский... Возможно, переключиться на душеский режим заблокировано. Она мне обнаруживает сразу же. Ну, в общем, что-то странное. В общем, как я не пытался, ни в руку не получается. Поэтому сделаем мы с точностью да по-другому. Мы, во-первых, выйдем отсюда. Всё, мы вышли. Не знаю, сидит ли этот хер ещё здесь. Может подойти ему. Не знаю. Да ты знаешь? Ага, вот он ещё. То есть, типа... Я не могу просто так это... Выйти отсюда. Ну, вот это дела, конечно. Вот это дела. Очень интересно. Ну, ладно. В любом случае, я хочу показать, как могут развиваться альтернативные события. Поэтому я сейчас загружусь вот здесь. Будем идти от того момента, когда здесь выбили стекло. Собственно, что делаем? Возвращаемся немного назад. И идём сюда. И здесь мы пройдём. Что-то не такс. Уже второго человека начинает мутить после подключения. Так надо не на робот огнать, а сенсорные данные синхронизировать. Но раз ты говоришь, то я, конечно, посмотрю его в шестой раз. Ход мы не знаем, а вот взломать мы это взломаем. О, даже мини-игру не надо было проходить. Так, нам надо вон в то окошечко. Чуть-чуть осмотримся здесь. А, ну здесь многое не посмотришь. Ну и вот, собственно, один из вариантов. Ого, нас вообще вмиг запалили. Просто это... Как? Офигеть. Ну, значит, лезем в то окошко. Чё, выбора нет. Так, а как не сбор? Сейчас залез. Здесь спускаемся. Готово. Роботы, требующие проверки. Джон, спустись в подвал и проверь таких-то роботов. Похоже на какую-то утечку памяти. Люди жалуются, что при подключении и отключении в голову лезут чужие воспоминания. Посмотри, отформативана ли память роботов и не хранятся ли сенсорные данные где-нибудь на резервных дисках. Так, эта штука меня не ужалит? Надеюсь, нет. Ну, проверять мы это не будем. Фух. Ну, хоть на этот раз... Кипиш не подняли. Так, так, так. За неимением вариантов... Ага. А здесь ничего и нету. А, лифт. Ну, слушайте, в лифт... Мне, наверное, не надо. У меня вон там... Показывает карта, куда мне нужно идти. Так. Здесь камер я не вижу. Вроде бы все окей. Только посмотрите на силу удара. Он пробил стекло за несколько секунд. У них тут хорошие тренеры, профессионалы. Готово. А этого товарища нам нужно куда-то отвлечь. Да твою мать я. Я немного... В безвыходной ситуации. Этот чел стоит прямо напротив двери. И этот стоит на меня палит в лоб фактически. И отвлечь от него некуда. Что делать будем? Блин, там-то ничего нету такого, куда бы его сагрить. Понятно. Они тут весьма плотно сидят друг на друге. Попробуем так. Блин, и этот сюда поперся. Камера так весело крутится. Ага, он там немного обескуражен ее поведением. И сейчас быстро-быстро-быстро надо будет идти. У него там совсем... Нет, тут, соответственно, невозможно успеть. Ну, я-то попробую все-таки до последнего не устраивать эту резиню. Так, тут, наверное, нельзя пройти. Посмотрим еще, что я тут могу сделать. Но выпиливать их прям долго было бы здесь достаточно. Только посмотрите на силу удара. Он пробил стекло за несколько секунд. У них тут хорошие тренеры, профессионалы. Ну, да, это я пойми как пользую. Так, как же вас отвлечь? Цель обнаружена! Сейчас подумаем. Попробуем по-другому. Селимся в камеру. И посмотрим, что мы там можем сделать. Хрен знает, кого там отвлечем таким макаром. Ну, эти двое туда ушли. Да. Полезного мало. О! Ну-ка, попробуем. Нет, ты не хочешь к нему подойти? Угрозы нет. Ну, может, он подойдет к камере и захочет от камеры подойти к... Тихо, тихо, тихо. К холодильнику. Ну, блин, вот этот, конечно, мне тут вообще не вовремя стоит. Войска корпорации под обстрелом! Блять! Ну, короче, хотя бы я сообразил, как можно этого отвлечь. Его нужно сначала на камеру сагрить, но только чтобы этот хер там не стоял. И когда он пойдет назад, идти за ним и заскочить в эту дверь. Только так у нас получится. Но лучшего способа я здесь не вижу. Так что давайте отвлекаем его. Пока он там отвлекается, этот тут стоит. Можно его даже сюда отвлечь. Ну-ка, может, получится. Тихо, тихо, тихо. Я успел! Отлично! Прям ювелирно проскочил. На-на-на-на! На-на-на! Мой план... Тихо. Привет. Ой, вы меня напугали! Прости, я случайно. Вы, наверное, агент команды. Пришли меня забрать? Какой команды? Какой команды? Атланта Вулфс. Я буду у них новым питчером. А, ну то есть вы не за мной пришли. Как ты себя чувствуешь? Все в порядке? Да блин, опять! Меня позавчера водили к психологу. Я не буду опять все заново повторять. Кто тебя сюда привел? Как это кто? Я сама послала заявку. Когда меня выбрали, мама так радовалась, что я уезжаю из Юджина делать карьеру. Мама, ты по ней не скучаешь? Иногда немножко. Я стараюсь о ней не думать, потому что... потому что я сильная. Что читаешь? Биографию Даймонд Дэй. Она моя любимая баскетболистка. Родилась в Доктауне и тоже тренировалась у мисс Фионы. Простите, у меня очень плотный график, некогда разговаривать. До свидания. Хера ты какая. А почему мальчик с девочкой в одной комнате живут? Патрончики. Ага, вот. Можно было сюда так зайти. О, еще один малец. Блин, да где же они? Я? Я просто искал... Не оправдывайся. Как тебя зовут? Томми? Как ты сюда попал? Тебя выпустили погулять. Ну, я знаю пару фокусов. У меня папа техник, он меня научил кое-чему. Привет, Томми. Меня зовут Ви. Ты что здесь делаешь? Эх, ничего. Я так просто стою. В кабинете директора? Перестань, я видел, что ты что-то искал. Типа того. Я хотел посмотреть, заберут меня в команду или нет. Никто не забрал. Так не честно. Я же все умею, и хром у меня есть. И я очень быстрый. Твой час придет. Рано или поздно тебя выберут. Да я уже небольшой. Я старый. Ты старый? Я скоро буду не нужен даже самым плохим клубам. А папа сказал, что если меня никуда не возьмут, то мы не сможем уехать и навсегда останемся жить в Доктауне. От тебя много требуют. А что бы ты делал, если бы папа ничего не говорил? Ну, играл бы, наверное. Или поехал на каникулы. Было бы круто. Тебе говорили, что ты хороший парень, Томми. Не унывай. Все будет хорошо, вот увидишь. Если ты тут так ориентируешься, может, и компьютер мисс Фионы мне покажешь. Хочу глянуть кое-что. Вот же он. Вы не видите? Надо же и правда. Вот я глупый. Я тут все знаю. Да ты просто следопыт. Все. Вытри слезы и бегом к себе, пока мисс Фиона не вернулась. Хорошо. Только я тут еще немножко поищу. Что у нас тут еще есть интересного? Ну, как будто бы все там дальше только в кабинет идти. Это еще что? Томми! На выход! Мисс Фиона, он попросил показать, где ваш кабинет. Я ничего не делал, честное слово. Не вмешивайте в эти дела мальчишку. Прости, Томми, договорим потом. Нам с мисс Фионой надо кое-что обсудить. Внезапно. Правда? Правда. Все, давай беги. Мы тут взрослые люди. Мы тут взрослые люди. Я уверена, мы как-нибудь договоримся. Что тебе нужно? Интересные варианты. Пароль к компьютеру и данные всех, кто вел с тобой дела. Реквизиты, контракты, соглашения, все, что есть. Что ты собираешься с ними делать? Ты что-то путаешь. Здесь я задаю вопросы. В мои обязанности входит защищать компанию и ее клиентов. Надеюсь, ты это понимаешь. А я... Че? Че он воет? она называет это компанией подумай о детях ты хочешь отобрать у них последний шанс на нормальную жизнь себе предъявы пошли у меня есть предложение давай попробуем прийти к компромиссу говори надеюсь предложение отдельное спасибо иди сюда я тебе кое-что покажу видишь плакаты и кубки в чем они должны меня убедить марк элуэй 22 года выдающийся баскетболист моника диаз 25 лет одна из первых 15 и наша главная звезда эл форт 21 год а уже чемпион нсша по боксу в тяжелом весе хочешь сказать они всего этого добились благодаря тебе я им помогла если ты раскроешь имена моих партнеров школа закроется и все дети вернутся к своим нищим родителям включая томи вот его папка помоги мне и я помогу ему за такой цинизм можно вручать медали пластмассовые и ты сломаешь ему жизнь если я откажусь иногда приходится делать выбор я предлагаю тебе сделать контролируемую утечку ты получишь данные о партнерах которые для меня мало значит твой наниматель получит то чего хотел имена и реквизиты все будут довольны сомневаюсь что они вешают тут фотографии тех детей которых выкинули на улицу после неудачной имплантации какие у томи шансы заключить контракт с клубом почти никаких у нас забирают 15 20 процентов лучших томи скорее всего поедет домой без денег на страховку обслуживание имплантов и лечение постоперационных осложнений что поделать в спорте всегда есть победители и проигравшие эта папка навсегда останется в моем столе если ты не поможешь томи разве не удобнее работать в городе но если говорить откровенно тут дешевле или проще скрывать что вы ставите импланты малолетним детям думаешь мы одни такие где ты найдешь профессионального спортсмена без имплантов нигде те кто раньше начинает достигают большего никому не нужен спорт без рекордов сколько ты зарабатываешь на этих детях и их родителях в отличие от тебя я не запугиваю людей а помогаю им не бесплатно конечно но родители знают о рисках в соглашениях все указано знать и понимать две разные вещи съездив найти посмотри как там молодежь слоняется по улицам не уверена что в нашей школе детям хуже чем там да ты настоящая альтруистка ну вот это уже интересно тут видимо нужно принять какое-то решение основательное давай вести себя как профессионалы пойду-ка я подумаю ну тут не сильно много на самом деле каких-то таких вариантов я бы конечно предпочел что-то там совсем такое мир влюбивая из из ряда там освободить всех детей или что школу но окажется что каким-то наиболее ну что для меня правильно хотя бы томе помочь я приму твое предложение если ты оформишь томи в клуб хороший клуб договорились ты получишь часть данных атоме будет играть в европейской лиге звездой он не станет но его мечта исполнится я отправила данные ты принял мудрое решение хоть бы это шарага сгорела вместе с ней так данные получено тебе пора на выход давайте еще поизучаем уйди пожалуйста закрой свою хлебала так будем рады вас видеть уважаемая мисс варгас напоминаю что на следующей неделе состоится ежегодная медицинская конференция в варшаве в рамках которой состоится наша лекция на тему европейские законы и профессиональный спорт билеты на орбитальный рейс вы можете получить в аэропорту night city все научное сообщество с нетерпением ждет вашего выступления здравствуйте мисс варгас наш сын только что забил свой пятый гол в браге мы хотели еще раз поблагодарить вас за то что вы вырастили из него причем всего за год никто другой бы так не смог отдельное спасибо за скидку на установку передней больше берцовой мышцы помощь для дженнифер хейли здравствуйте доктор варгас нам очень нужна помощь наша дочь дженнифер хейли провела три года в вашем учреждении но так и не попала в большой спорт скажу прямо наша семья не зарабатывается только сколько стоит нужные лекарства но без них ее жизнь превратится в мучение и вам как ее лечащему врачу это хорошо известно 16-летняя девочка не должна страдать от мигрени и камней в почках пожалуйста помогите нам я не прошу денег нам нужны только лекарства которые помогут моей дочке вести хотя бы подобие нормальной жизни добрый день мистер хейли я ассистент доктора варгас хотела бы напомнить вам что родителям каждого ребенка который попадает в наш центр сообщают о потенциальных последствиях для здоровья которые бывают в результате кибермодификации и вы и ваша жена подписали соглашение в котором отказались от любых претензий связанных с при с проявившимися заболеваниями в обмен на бесплатное проживание обучение и совершенствование организма вашей дочери в течение как вы сами ответите отметили трех лет программа и связанные с ней риски были вам хорошо известны я желаю вам и вашей дочери здоровья и успехов а также прошу прекратить забрасывать письмами уважаемого директора нашей нашего центра феону варгас иначе мы будем вынуждены обратиться в суд уроды чтоб вы все сдохли твари горите во дом так приглашение на годсу феона приглашаю вас посетите город кала на мальтийском острове годсу для нас будет огромной честью если вы найдете время чтобы нанести нам визит и осмотреть спортивный центр который мы здесь построили мы уже начали поиск спортсменов чтобы начать работу к следующему году учитывая как высоко оценится ваше время и мнение мы готовы покрыть все расходы в этой поездке не беспокойтесь о жаре мы позаботимся о том чтобы вы не ощутили на себе и и издурительного эффекта нет что еще в этом компьютере можно найти они шоу отличная работа ве наши европейские друзья наконец-то поймают за руку всех кто уходил от налогов ты знал что там ставят импланты детям прошу тебя давай без истерик все уже давно все знают просто мало кому это интересно если я оскорбил твое чувство справедливости прошу прощения заказ закрыт до новых встреч ве вот и все ой 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 давайте не будем ссориться господа проверять разби vacuns написано без краток Cinderella pó дет排 ой 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 Ну выпустите меня из боя, я уже не дерусь с ними Ура Ну что, тогда я предлагаю на этом закончить Следующей серии продолжим и пойдем по основному сюжетному квесту Так что до скорой встречи и пока-пока